Компания «Сузуки» активно поддерживает инициативы в области экологии и решения проблем окружающей среды. А потому минувшей весной российский офис марки передал два кроссовера из X4 и одну «Витару» — экоцентру «Сборка». Сообщество, которое не просто принимает на переработку вторсырьё, а популяризирует среди населения осознанное потребление, объясняя важность правильной утилизации отходов. Мы принимаем порядка 40 фракций, чуть-чуть больше. Это и какие-то традиционные типа PET-бутылки, канистры, ну, то есть самые распространённые, и редкие фракции вроде видных пробок, фломастеры, зубные щётки, то есть там блистеры от лекарств. То есть если раньше они полностью сжигались, то теперь это перерабатывается и разделяется на ПВХ и алюминий и получает вторую жизнь. Ежемесячно «Сборку» посещает около 10 тысяч человек, которые передают порядка 40 тонн отходов. А тем, кто не может добраться до экоцентра самостоятельно, доступна услуга «Эко-такси». Водитель приезжает по указанному адресу и забирает вторсырьё. В этом волонтёрам как раз-таки и помогают кроссоверы «Сузуки». Несомненным ценностью, да, такой дополнительной для нас является вместительность автомобилей. И когда крупногабаритный какой-то нам сдают груз, был момент, когда мы были единственной точкой вообще на всю Москву, которая принимала пенопласт у населения. И это возможность одновременно в маршрут включать несколько точек до пяти различных адресов. За «Эко-такси» нужно заплатить. А в общем приём вторсырья в сборке осуществляется на безвозмездной основе для всех сторон. Денежку не получить, зато предусмотрена программа лояльности, в рамках которой посетитель обменивает отходы на скидки, баллы и подарки от партнёров «Эко-центра». А вообще сборка — это не обычный пункт приёма вторсырья, а целое пространство, где регулярно проводятся мероприятия и фестивали. На территории «Эко-центра» также располагается уникальный музей переработки. Среди его экспонатов можно отыскать такие любопытные предметы, как скейтборд из пластиковых крышек, футболка из пэт-бутылок. Здесь смысл музея в том, чтобы показать цепочку переработки, то есть от того, что это было в начале, и до того, чем это станет после переработки. То есть чтобы наглядно показать, что, допустим, свалка — это не выход. То есть у нас большое количество инфографики. Добавим, что в этом году сборка отметит свой второй день рождения. В обозримом будущем откроется еще несколько пунктов в разных российских городах.